Здравствуйте, это программа «Важная тема» на ДНТ «Онега». Меня зовут Ефим Овчинников. Сегодня у нас в гостях депутат Петросовета Александр Анишин. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в Петросовете как ответственный, если можно так сказать, за патриотическое воспитание молодежи. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия на ближайшее время запланированы, что самое важное? Самое важное, я думаю, что сейчас весь город ждет установки стеллы, которая должна стоять и символизировать получение номер высокого звания. Запланировано к Днему обороны Петрозаводска. Напомню немножко предысторию. Это инициатива Национального музея и фонда эстафета поколений об установке Дня обороны Петрозаводска. Это будет вторая суббота сентября. Вот к этому времени стелла должна быть установлена. У нас уже эти все долгие наши разговоры и споры уже к какому-то пришли уже знаменателю. И она будет стоять перед зданием администрации. Идея по месту принадлежит нашему уважаемому скульптору Александру Ромальдовичу Киму. И, как он говорит, и я полностью разделяю его точку зрения, что это награда, которую получил город за мужество и героизм, проявленный в боях за город Петрозаводск. Само здание администрации получается как мундир, и стелла, значит, на нем как орден. Это высказывали же разные точки зрения, где ее установить и на набережной хотели, и недалеко от Вечного Огня. То есть вы согласились в итоге с этим? Долгие были разговоры, и много было мест. Но большинство, в общем, поддержало идею именно установки перед администрацией. Потому что, еще раз повторюсь, это очень удобно. У нас набережная, место знаковое, туристы все ходят. Освобождение Петрозаводска, флотилия зашла, тоже, значит, моряки у нас первые заходили в город, зашли с воды. Сейчас, значит, на месте бывшего кафе «Парижанка» идет ударными темпами строительство, значит, сооружение, там внутренние идут работы и так далее. Будет центр патриотического воспитания. А расскажите чуть поподробнее, центр патриотического воспитания, что там будет происходить, как он будет выглядеть вообще? Ну, у нас там еще таких много разных концепций, но мы хотим сделать, чтобы это было в том числе, еще совместно со Стеллой, такая как бы визитная карточка города, чтобы туристы... Такой комплекс, да? Да, комплекс, куда туристы могли прийти, то есть мы там будем наполнять, там вот эстафета поколений уже, переговоры уже, значит, с нами уже, что называется. Я здесь с одной стороны как депутат выступаю, с другой стороны как председатель фонда. Что символично, председатель горсовета является директором вот этого патриотического центра. Это Геннадий Павлович Бондарчук. Да, и Геннадий Бондарчук, он директор, поэтому здесь все депутаты будут принимать самое активное участие сейчас в создании, а затем вот в работе именно вот этого патриотического центра. Одна из ваших депутатских инициатив вернуть на место мемориальную доску Геннадию Куприянову, одному из руководителей в прошлом Карелии. Зачем это нужно сделать? Геннадий Николаевич руководил республикой с 1938 по 1950 год. Наверное, один из самых тяжелых и трагичных периодов в истории нашей республики. Много есть фактов того, как он и винтовки там у охраны лагерей 9 тысяч там передавал на вооружение армии, пулеметы там, и отряды даже снимал, и бросал их в бой против финнов. То есть активнейший принимал участие, когда оборона шла, и благодаря ему там, может быть, нас не смели, и кировскую дорогу эту не перерезали. Затем руководил партизанской войной, подпольщиками, был членом военного совета фронта. Затем, когда закончилась уже Великая Отечественная война, и были разные мысли по коренному населению. Хотели коренное население, то есть вепсов, карелов, финнов, всех собрать и выселить, как выселили чеченцев, как выселили крымских татар. Доказал Иосифу Вестериновичу Сталину, что коренное население сражалось за советскую власть на стороне рабочей крестьянской Красной Армии. И второй шаг, когда готовилась высылка финнов и гермаланцев на Урал, тоже смог убедить, и они все приехали сюда. И я думаю, что если вот этих всех шагов не было, то вот этой Карелии, которая сейчас у нас, в нашем понимании, ее бы не было, потому что все уехали, и какое-то время бы прошло, нас бы половину присоединили к Ленинградской области, половину к Мурманской, не было бы вообще Карелии. Вас поддерживают в этом, что мемориальную доску нужно вернуть на место? Ну, я могу сказать, что мой коллега, значит, руководитель Национального архива Ольга Михайловна Жарина считает, что необходимо, значит, восстановить историческую справедливость. Михаил Ленинград, наш уважаемый руководитель Национального музея, тоже, значит, придерживается такой точки зрения. Я слышал, что Сергей Веригин, тоже наш руководитель Института Истории, тоже, значит, считает, что нужно. Я вообще думаю, что даже от бедности нашей, что доска, а так-то это памятник человеку нужно ставить. Хорошо, я возвращаюсь к городу воинской славы. Есть мнение, что вот это звание почетное нашему городу присвоили во многом благодаря работе вашего фонда и стафета поколений. Как вы считаете, что было сделано основное, чтобы получить это звание? Ну, знаете, та огромная работа, которую поисковики проводят, она доказала... Я, может быть, уточню, на что Москва обратила внимание. Как вы думаете? Я говорю, что та огромная работа, которую проводят поисковики, она доказала, что здесь были, значит, кровопролитные бои. Там же один из условий, должен быть массовый героизм при обороне или при наступлении. Так случилось, что таким обходным маневром Красная Армия была свирская операция, и финны оставили город, чтобы не остаться в котле. Так бы их там у Лонса, там от Вознесения, там наши бы зашли, там от Ладейного поля перерезали, и было не отступить. Поэтому они были вынуждены уйти из Петрозаводска. А в сентябре ожесточеннейшие бои были, и именно вот работа поисковых отрядов, которые входят в фонд эстафета поколений, доказала, что было четыре рубежа города обороны, где шли ожесточенные бои. Первый заместитель председателя правления фонда Илья Герасев и заместитель командира, значит, отряда рубеж Карельский Нина Столепова, они вот такую книгу написали. Это здесь полная правда о войне в городе Петрозаводске. Она называется «Рубежи Петрозаводска». Здесь на основе архивных данных, которые доказаны работой на местности, доказывается то, что здесь были тяжелые кровопролитные бои. На данный момент мы пока располагаем информацией, что порядка 15 тысяч солдат и офицеров рабочей крестьянской Красной Армии здесь погибло. Также мы сняли совместно с Министерством культуры и Национальным музеем Республики Карелия уже два фильма. Первый фильм мы сняли о рубежах полностью, и мы его презентовали в прошлом году, у нас была презентация. Второй фильм мы сняли сейчас, это «Высота 168,5», это первый рубеж обороны Петрозаводска, который находится около поселка Пряжа, он назывался «Красная Пряжа». 22 февраля у нас была премьера в Дворце творчества детей и юношества. С 9 мая он будет в широком прокате, его все смогут посмотреть. И когда, я думаю, что вот в том числе вот эта работа была проведена, было доказано, вот у нас еще мы ежегодно вот такие выпускаем отчеты о нашей работе. Здесь тоже очень много сказано о боях. Работы ведутся по всей Карелии, но очень много работ ведется в городе Петрозаводске, Пряжинский район, Прионежский, Кандапожский. И вот это все, да, я думаю, что сыграло огромную роль. Я знаю, что у вас теперь появился неплохой союзник Артур Парфенчиков, он тоже поисковик. Уже удалось ли вам пообщаться, договорились ли о совместной работе? Пока еще встречи Артура Олеговича еще не было с поисковиками, но я уверен, что она будет это точно. Я могу сказать о том, что когда Артур Олегович возглавил в Москве вот эту службу судебных приставов Российской Федерации, к нам в фонд пришли пристава наши, карельские, и выразили желание принять участие в поисковой работе. Я думаю, что неспроста они пришли. Скорее всего, все равно какие-то побудительные мотивы у людей должны быть. Я думаю, что это было, наверное, прямое указание с Москвы включиться в поисковую деятельность. И с тех пор очень многие из них остались. И вот Александр Гагарин, пристав судебный, у нас самый, так скажем, везунчик. Он больше всех поднял солдатских медальонов. И от фонда эстафета поколений, когда Владимир Владимирович Путин вручал грамоту, Петербург в город воинской славы, вот мы в состав делегации Александра от фонда эстафета поколений отправляли. Вот он получал вот эту грамоту. Спасибо, что пришли. Я желаю вам удачи в вашей, безусловно, непростой, но очень нужной работе. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Важная тема» на ТНТ «Онега». Меня зовут Ефим Овчинников. Этот и другие выпуски ищите на сайте tnt-defis-onego.ru. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»